Сегодня много людей переезжают жить в Альберту, и в частности в самый большой город провинции Калгари. Даже сами власти Калгари признают, что не были готовы к таким масштабам эмиграции. Причем, если в прошлом году в основном это были люди, переезжающие сюда из других провинций Канады, то сегодня внешняя эмиграция, то есть люди, переезжающие в Калгари из других стран, уже даже превысила провинциальную. Почему люди выбирают Калгари? Причины в этом видео. В действительности причин перебраться в Калгари очень много. В этом видео я расскажу лишь основные из них. И первое – это работа. Последние два года найти работу в Торонто все сложнее и сложнее. Поднявшиеся после окончания пандемии зарплаты во многих компаниях уже сегодня серьезно урезали. Только за последний год количество безработных в Большом Торонто увеличилось на 84 тысячи человек. Экономика Антарио в очень плачевном состоянии и свет в конце туннеля пока, к сожалению, не виден. В Калгари же за последние три года переехало или же открыли дополнительные офисы более 4 тысяч компаний. Количество рабочих мест тут растет день ото дня и найти работу тут гораздо проще, чем в Торонто. На сегодня средний семейный доход в Торонто – 109 тысяч 599 долларов, а в Калгари – это 140 тысяч 919. В Калгари среднестатистическая семья зарабатывает год на 22,5% больше, чем в Торонто. В деньгах это на 31 тысячу с лишним больше. Налоги в Калгари ниже, чем в Торонто. В Альберте прогрессивная шкала налогообложения на доход с максимальной ставкой в 15%, а в Торонто – максимальная ставка 20,53%. Таким образом, налоги на заработную плату в Калгари ниже. Кроме этого, в Альберте нет провинциального налога. Соответственно, на все товары жители Альберты вместо 13% налога и частей платят лишь федеральный 5% налог GST, что в сумме составляет приличную экономию в семейном бюджете. Мы приблизительно посчитали, и получилось, что разница в среднем семейном доходе в 31 тысячу 200 долларов в год, про которую я сказал ранее, с учетом более низкого налога на зарплату и отсутствия провинциальной порции и частей при покупке товаров в реальных деньгах, вырастает в 45 тысяч долларов в год. То есть жители Альберты зарабатывают на 30% больше, чем жители Торонто, работающие на схожих работах. Далее это плата за жилье. Будь это платеж по моргиджу или арендная плата, в Канаде она составляет самый большой семейный расход. И если аренда отличается от торонтовской на 20-30%, то сама стоимость недвижимости Калгари более чем в два раза. К примеру, новый 4-бедрумный таунхаус с гаражом на две машины в хорошем районе Калгари можно приобрести примерно за 540-550 тысяч долларов. В схожих районах Торонто, таких как, например, Ричмонд-Хилл или Вон, такой таунхаус будет стоить полтора миллиона. А значит, платеж по кредиту в Калгари будет в три раза меньше. А квалифицироваться на такой моргидж не составит никакого труда. Сегодня в Калгари покупать недвижимость гораздо выгоднее, чем снимать ее в аренду. И переезжающие в Калгари стараются купить жилье как можно быстрее. После того, как обустроились на новом месте, сразу начинают искать жилье. Правда, я сказал бы, что сделать это сегодня не так просто. В Калгари сегодня рынок продавца и желающих купить тут недвижимость больше, чем объектов, выставленных на продажу. Ну, а дальше идут факторы, сопутствующие просто обычной комфортной жизни. Калгари – это современный город с отличной инфраструктурой. Если вы живете в относительно новом районе, то все удобства, такие как парки, шоппинг-плазы, спортивные комплексы, гольф-поля, различные зоны отдыха и детские площадки обязательно будут совсем рядом. Великолепная транспортная инфраструктура. Практически из любого пригорода можно быстро добраться к комфортабельным электропоездам в центр города за полчаса. Тут нет пробок на хайвеях, и при этом строится много новых развязок, дорог и удобных подъездов. В общем, особенно в новых районах все сделано по уму. Далее – это экология. Город окружен горами и тысячами квадратных километров провинциальных парков. Тут множество красивейших озер с кристально чистой голубой водой. Воздух тут существенно отличается от того, к чему привыкли жители Торонто. Ну и, конечно, это адекватное правительство. Как Альберты в целом, так и Калгари в частности. Недаром два года назад они добились полной независимости от федеральных властей Канады. И на сегодня Альберты – единственная провинция Канады, на территории которой работают лишь те федеральные законы, которые одобрил парламент Альберты. Сегодня уже десятки федеральных законов не работают на территории провинции, а в скором времени Альберта выйдет из федеральной пенсионной программы Канады, что позволит в будущем существенно поднять пенсии, при этом уменьшив отчисление зарплат. Недаром, только что в вышедшем рейтинге Global Livable Index среди самых лучших в мире городов для комфортной жизни, Калгари делит пятое место наряду со швейцарской Женевой и занимает первое место среди городов Северной Америки. Помимо всего прочего, Калгари – самый быстро растущий и развивающийся город Канады, а Альберта, в отличие от других провинций Канады, имеет большой профицит бюджета, даже при том, что правительство тратит огромные деньги на развитие самой провинции. Именно сюда сегодня устремлены взгляды инвесторов. Тут и в помине нет никакого кризиса, а инвестиции в недвижимость приносят великолепный доход. Мы работаем с инвестициями в Альберту уже более трех лет, и на сегодня уже более тысячи наших клиентов отлично заработали, приобретя тут недвижимость для инвестиций. Сегодня получаемая тут прибыль даже больше, чем в самые лучшие годы в Торонто. Альберта сегодня лишь в самом начале пути долгосрочного ралли вверх. Будьте там, где деньги. С вами был Максим Багенский. До новых встреч на канале.